Он, в принципе, много ничего нового не придумал, он просто агрегировал различные научные исследования в своей книжке и читается очень легко. Смысл какой? Что работников интеллектуального труда, те, кто занимается креативом, разработкой новых инновационных продуктов, мотивируют только три вещи. Вот внешняя денежная мотивация не работает, то есть она обеспечивает только безопасное существование, да, и дальше она перестает работать. И на самом деле мотивирует только три вещи, да. Это возможность развиваться, мастер называется у него, возможность развиваться, изучать новые скиллы, новые вещи, новые продукты, свобода, свобода выбора, свобода принятия решения. И третье, это цель, наличие цели, да, цели полагания. Так вот, смотрите, в скраме, мы в скрам-команде, в настоящем скраме, мы это все, все, все эти факторы включаются одновременно, да. Первое. Есть команда разработки, разработки продукта, да, это не разработчики, это не тестировщики, это команда разработки продукты. Он специально уходит от контекста скрам, потому что продукты бывают разные. Есть IT-продукты, не IT-продукты. Мы не хотим всех, там, делить, да, атишники, не атишники, разработчики продукты, да. Они в праве принятия решения внутри вот этого скрама, да, спринта, они принимают решения, что брать с вами, сколько брать, как делать. Никто в праве не прийти и не сказать. Ребята, вы не тот крэмпрок взяли. Ай-яй-яй, а ну-ка давайте KPI фамилия ваша. Вот, они сами принимают решения, свобода реализовывается. Смотрите дальше. Они приходят на ретроспективу, принимают, копаются там проблемы, принимают решения сами. Никто за них не принимает решения. И это все включается. Мастери, поскольку мы кросс-фонациональная команда, и мы хотим развивать кросс-фонациональность, это значит, что мы хотим максимальное возможное взаимоперекрывание, да. Это не значит, что каждый должен получить все. Нет, 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 это неправильно. Это значит, что у тебя есть возможность, хочешь еще и бэкэндинг подучить? У тебя есть возможность, садись в пару и учи. Потому что у тебя всегда есть возможность, садись в пару и мы этим самым даем возможность вот этого вот мастери включать, да. То есть это включается, и, соответственно, в скрам-команде, в настоящей скрам-команде люди получают и по поводу целей. Поскольку мы вовлекаем бизнес и IT в одну кашу, в одну команду, у нас есть цель не написания кода. У нас цель есть сделать классный продукт. И если мы вовлекаем бизнес и IT, это значит, что каждый член команды понимает и видение продукта, и роутман продукта, и он понимает, какая бизнес-цель на конкретную неделю, потому что мы на планировании формулируем цель спинта, да, вместе. И в этом случае и цель включается. Да, я знаю, зачем я прихожу на работу, я делаю классный продукт. Я не пишу код, я делаю классный продукт. Вот эти три вещи включаются в скраме. Поэтому, как правило, в настоящей скрам-команде люди, конечно же, более мотивируют. И третье, и четвертое, наверное, это уже офф-топ. Я хочу немножко шаг назад сделать. Когда мы формируем скрам-команду, то есть мы еще включаем принципы волонтерства, мы не хотим никого загонять в скрам. Потому что в любой организации, когда мы выпускаем трансформацию изменений, запуск изменений по приказу не работает. Более того, вы получите обраточку совсем другую. Вы получите молчунов, которые будут вам подряд делать. Либо получите открытых людей, которые саботируют все. Зачем это надо? Когда мы запускаем скрам, мы говорим, «Ребята, вот есть классный продукт, есть классный продукт-оунер, кто с нами?» И мы зовем волонтеров. И только когда мы зовем волонтеров, пускай их будет 20 человек. С ними совсем по-другому работать. Остальные, то есть мы запустили какой-то маленький пилот, какой-то небольшой продуктовой группы. Остальные, возможно, сомневаются, возможно, не знают. Посмотрят, и если будут успехи, они присоединяются. Возможно, это уйдет, и это тоже окей. Потому что при изменении внутри компании часто бывает, что люди уходят, не совпадают с ними. Он классный эксперт, но не совпадает. Химия не совпадает, ценности не совпадают. Но это тоже окей. Люди вольные будут ходить, и это нормально. Вот, наверное. И вот ребята здесь сидят, которые проходили какие-то трансформации, подтвердят, что волонтерство самое главное. Да, привет. Здесь сначала рука была, а потом ребята к вам. Давай. Ответил немножко? Ну да. Как раз получилось так, что в итоге, ну, в моем понимании, скрам это больше метод прядника, да? То есть, а мы любили, получается, больше используя метод нота, заставляя людей поменять подсроки, пассивно работать, постоянно что-то изучать, чтобы еще были... Мы не заставляем никого. Волонтерство. Вот я про это, говорите. Волонтерство. Все, все. Самое главное, даже не про скрам, любые изменения – это волонтерство. Потому что нам не нужны саботирующие люди. Они очень сильно мешают. Добрый день, меня зовут Артур. Я работал над банковским приложением, блокчейном. Сейчас работаю в калифорнийском стартапе, ну, и везде у нас были те или иные гибкие методологии. И проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, в смысле, вот вообще во всех этих проектах, то, что у нас сама так раз функционально есть бэкендеры, есть фронтендеры. И зачастую на одну и ту же хитчу время, ну, и сложность работы для бэкенда и для фронтенда, она отличается. И каким же образом выбрать вот эти вот пугайи, вот эти story points так, чтобы это действительно отображало скорость команды? Смотрите, когда... Не знаю, почему, вопрос, а про оценки. Когда мы оцениваем, мы все-таки оцениваем не конкретные работы, да. То есть нам неинтересно с точки зрения оценки, сколько будет тратить времени бэкенд или фронтенд, или тестировщик. Может быть там фича такая, что на тестирование нужно там колоссальные вещи, там, да, прошивают все, там, интеграционно чем-то тестировать. Нам интересно с точки зрения именно целиком. И очень важно научить команду смотреть на фичу как на элемент продукта, на бизнес-фичу, что мы оцениваем кусочек продукта. Да, у нас разные оценки, там, труд затрат, нужно учить ребятам, чтобы они смотрели на фичу как на целую, да. И поэтому, когда мы смотрим на целую, то здесь очень хорошо, когда мы не даем ей абсолютную оценку, а даем относительную. Вот этот кусочек целого, и вот этот кусочек целого. Что больше? Это больше, это меньше, по нашим ощущениям. Соответственно, это единичка, это двоечка. И все. То есть, относительные оценки здесь нам помогают, потому что мы просто кусочек продукта оцениваем. И вот это вот действительно антипаттерн, когда я такой вопрос сталкивался, приходит, значит, разработчик говорит, вот слушай, по нашим ощущениям, где есть стори-поинтов? Наших стори-поинтов. Чьих наших? Ну, наших, разработчиков. А у тестировщиков 20 стори-поинтов. Как надо сложить? Я говорю, нет, нет, ребят, нету ваших и наших. Есть мы, есть элемент продукта. Вот элемент продукта я оценил. И если мне, я сделал свою работу как разработчик, и мне делать нечего, потому что от этого бизнес-фича сейчас важна, я иду и сажусь и тестирую. Если я не умею, я сажусь и учусь. А если мне нету, я нету желания учиться, тестировать, я сажусь и учусь и новый фреймборд. Но это лучше, чем пилить ненужную фичку. Вот такая вот фрагмент. Давайте вопрос передадим туда. А вот там у ребят тоже сзади были. Я знаю, я по порядку. А, ну хорошо, спасибо. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вы говорили про метрики, в частности, про количество завершенных задач. А что нам дает информация о количестве завершенных за спринт-задач, если задача может занимать либо 15 часов, либо 150 часов? Что нам дает это? Если задача может занимать 15 или 150. Ну как же. Смотрите, если мы за спринт куплевываем 5 готовых к продакшену фич, то какая разница сколько времени она занимает. То есть мы меряем готовые мы не считаем время. Мне не важно, сколько команда тратила часов на нее. А что нам дает для чего? Как для чего? Делаем мы готовые за спринт или не делаем? То есть выполнили план или не выполнили? Прогноз. Да. То есть, если команда от спринта к спринту что-то делает, но не делает готовые либо делает две готовых единицы. Одну, две. Возможно, что количество незавершенных задач больше. Ну то есть это же связано линейно. То есть количество готовых фич напрямую связано с количеством незавершенки деленное на время выполнения. Это закон Литва. Соответственно, если мы знаем, что у нас сейчас две единицы за спринт готовы, то возможно, ограничив незавершенную работу, то есть мы не берем больше, чем две, я увеличу количество проходящих за спринт. Это все. Поэтому, измеряя здесь показатель, я могу принимать какие-то решения. Пробовать, экспериментировать. Говорит, ребят, помните, я показывал пример, там четыре было лимит, а давайте не четыре, а две, как это повлияет на нашу пропускную способность? А вдруг станет не две, а четыре на выходе. Вот и все. Нет? В чем сомнение? Сомнение в том, что мы меряем не фичами, а часами. Не меряйте часами, меряйте фичами. Ну, смысл какой? Смотрите, если, то есть, почему в часах меряем? Я не говорю, что это плохо или хорошо. То есть, есть плюсы и минусы у разных подходов к отчанке, и абсолютные, и относительные единицы, есть и плюсы и минусы. Просто хотелось бы использовать и эту метрику в том числе, имеется в виду количество готовых за спринг, потому что в этом случае мы не говорим про оценку, а возможно, а мы говорим про готовые фичи. Возможно, мы, придем на ветро, смотрим их две, но они такие здоровые, в 150 часов. А давайте сделаем, декомпозируем, и будет три, возможно, это нам поможет. Но когда, смотрите, готовые фичи, да, это все-таки готовые фичи, да, это хорошо. То есть, это, опять же, метрика, любая метрика, это метрика для принятия решения какого-то, да, это посмотреть, поразбираться, принять решение. Это не для того, чтобы измерить и сказать, а, две фичи хорошо, две-три, но это то же самое, что вы смотрите на автомобиль, он движется в 100 километров в час. Хорошо это или плохо? Я не знаю. А когда мы измеряем это в совокупе и смотрим, а как картинка меняется, тогда мы говорим, ага, по шоссе едет 100 километров, и его другие обгоняют, потому что они 120. Наверное, начать нажать на педаль. Мы делаем действие. То же самое и здесь. Делаем две фичи, ребята, а можем делать больше? Потому что, если больше будем делать фичи, больше обратной связи, качественный бэхлок, качественные, не знаю, наши решения. Соответственно, мы говорим, а давайте посмотрим их объем. А они, каждая фича, там, пилится неделю. А давайте их декомпозируем, они будут пылиться каждую падение. И, возможно, это будет лучше. То есть, мы за неделю можем закрыть 7 фич, а можем закрыть одну большую фичу. То есть, что такое фича, она не измерима? И все-таки, и все-таки, для меня лучше будет 7 фич, и получить 7 обратной связи, чем одна фича, но большая. Все-таки, смотрите, почему 7 хорошо, а одна плохо? Потому что, тем самым, даем некий, уменьшаем количество вариативности, потому что ошибиться в оценке в одной фичи легко. А когда их 7 маленьких, их гораздо проще делать. И вариативность меньше. А есть какая-то оценочное время одной фичи? Ну, такое стандартное. Сколько фич должно быть быть? Ну, понятно, что от проекта к проекту, но хорошая рекомендация, когда у вас в детельный спринт 5-6 фич попадает. Ну, примерно. Опять же, зависит от продукта, да? Коллеги? Плохо, когда, сейчас, когда одна и большая. Потому что в этом случае вы легко ошибетесь по оценке и сделаете одну большую. У нас на вопросы осталось буквально 3 минуты, но потом кофе-брейк 15 минут. В принципе, можно на него залезть. Василий уже пришел, готовится, да? Он следующий спикер. Вот тут форма, еще раз повторяю, кинозал это тут, то есть, вот, на вопросы еще можно будет похолеварить дальше. Сейчас еще парочка вопросов. Скажите, жизнеспособна ли такая схема, или что-то нужно менять? Есть команда, которая разрабатывает продукт, и есть со стороны заказчика этого продукта не один, а несколько продукт-оуноров. Нормально ли это, или нужно как-то с заказчиком дискутировать на тему снижения количества продукт-оуноров до одного? Спасибо. У меня вопрос встречный. А вам где так живется? Не совсем. А как вы думаете, почему в скраме, ну, мы говорим про команду, про некую либеральность внутри команды, но почему в скраме наставят на одном другом? Как вы думаете? Чтобы скорость принятия решений. Все. Этот человек наделен полномочиями, мы доверяем, что он по этому продукту принимает решения сам. Все. Соответственно, как только появляется комитет, это долгое согласование, долгое, не знаю, принятие решений, а еще, если кто-то обидится, не дай бог, это комитеты. Все. Это либеральная экономика, бизнес, жестокий капитализм. Есть человек, который предприниматель, он принимает решения. Поэтому в этом валили. Алексей, меня зовут Илья Макаров, я синтеком. Последний слайд был очень интересный по поводу топ-менеджмента, да? Ну, менеджмента, окей. Из крама меня интересует вопрос, как вы стыкуете принятие решения менеджмента, их задач с ну, уже с исполнительным звеном, с разработкой и так далее. Все очень просто. В эту команду входит продуктованная разработка. Соответственно, поскольку эта команда идет тоже недельными спринтами, у нее такой же бэклог, давайте говорить, стратегический бэклог. Соответственно, этот стратегический бэклог выливается по сути цель спринта для команды. То есть, для этого продуктованера это цель спринта для команды. лаг две недели, недели спринет и лаг недели. Ну как, какого лага, вернее, нет. То есть, вот утром планирование стратегической, ну, стратегической команды, да, соответственно, в этот же день планирование скрам-команды. Цель спринта у них понятна, потому что она пришла синхронно, все работают в одном ритме. Спасибо за выступление. Короткий вопрос, извините, если вы в самом начале вашего выступления отвечали. Смотрите к канбану про то, чтобы отладить поток от поступления задач до релиза. Все задачи, которые в эклоге, должны быть сделаны. Вопрос только, как быстро они будут сделаны. И канбан решает эту задачу. Зачем к нему добавлять скрам? Все эти задачи в результате будут сделаны. И они должны быть сделаны. Вопрос только как быстро. Можно, можно добавлю так, не хотелось бы, чтобы мы пилили продукт, в котором мы на берегу знаем, что эти все задачи должны быть сделаны. Тогда для меня это не продукт, не инновационный продукт. и если вы точно знаете, что все задачи будут сделаны, не используйте комбан ни в коем случае. Ватерфол ваше все, это детерминистический проект, в котором вы все четко знаете. Комбан со скрамом помогает вам четко отрабатывать гипотезы, быстро брать обратную связь и изменять тот бэклог, который у вас находит. то есть я хочу, чтобы у вас появилась метрика, как часто выняется ваш бэклог и как часто он реприоритизируется. Потому что чем чаще вы берете обратную связь, тем точнее у вас ценность для клиента, тем точнее, тем чаще вы пересматриваете эти задачи, тем чаще они у вас новые появляются. хотелось бы, чтобы вы думали о поставке ценностей, а не то, чтобы сделать бэклог. Это не правда. Да, это все не противоречит и в компании это закрывается ретроспективой. В компании это не закрывается ретроспективой, к сожалению. В компании ретроспективой это работа с командой. Мы хотим, чтобы мы работали с клиентом. Мы делаем продукт для наших пользователей. Я хочу, чтобы команда приходила с и разговаривала с конечным пользователем. Право обратной связи у конечных пользователей. Ретроспектива, к сожалению, фокусируется совершенно на других вещах. Это заканчивание нашего процесса. А вот брать обратную связь у клиента это хорошо сделано в стране. Почему вы это не используете? Спасибо. Вы ответили на мой вопрос. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Классные вопросы. У нас сейчас перерыв. 5-10 минут. 15 ровно минуты начинаем. А все ссылку видели на задать вопрос. Еще нужно вывести на экран. Спасибо. 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 Спасибо.